Всем привет! И сегодня я хочу показать вам новый фит, который придумал Стас на Херон. Это Херон с 300 ДПС. 300 ДПС это очень много и хватает, чтобы хлопнуть Астерку на раз-два. И на одной Астерке мы все-таки это дело проверили. В конце видео вы увидите этот файт. Значит, что интересного в этом фите? Интересного в этом фите в том, что у него очень много ДПС, но именно конкретно вот этот фит немного заморочен. Я покажу вам второй вариант для соло игры, для того, чтобы и датки собирать, и убивать Астерок. Но с сонезисами в соло у вас могут быть проблемы. Но опять же, это будет зависеть от того, насколько интересен этот сонезис, насколько он там зафиченный и так далее. Так что решайте сами, какой из этих вариантов использовать. Данный вариант подходит для того, чтобы просто поубивать Астерок, всяких там даже сонезисов, херонов, вот все, что с этим связано, на датках. То есть, каким образом на ивенте вы можете это делать? Вы высканиваете датку, у вас тут будет стоять пробкомет вместо ракет. Высканиваете датку, докаетесь, ставите себе ракеты, прилетаете в ноль и ждете свою жертву. Как Астерки кемпят нас, да, херонов, так и, значит, вы можете покемпить Астерок, можете там прикатываться к контейнеру. Так что этот фит конкретно под то, чтобы убивать, да, чтобы не ломать датки, а просто именно драться, да, набить себе руку. Этот фит получается немного дороговатым, скажем так, да, но по сути оно того стоит. Это удовольствие того стоит. Фит, который в соло, будет даже еще немного дороже, но все равно вы сможете и датки собирать, и драться со стерками. Но с санезисами у вас могут возникнуть проблемы, если это сильные прямо-таки санезисы. Спойлер, один санезис наубил все-таки херона, но обо всем по порядку. В чем особенность данного фита? В том, что тут нет резистов абсолютно, так как стоят бластеры полярные, и они отрубают резисты. Даже если вы поставите какие-то модули на резисты, у вас их все равно не будет. Так что имейте в виду, поэтому тут не стоят никакие резисты. Наша задача просто раздуть себе щит так, чтобы прожить нужное количество времени для убийства той же самой Астерки, да. Или там даже злого херона, который там обычный, с откачками и так далее. Такое количество ДПС они не выдержат. Также у меня тут стоят импланты. Вот эти два импланта, я их также прикреплю в фит, который я оставлю в описании. Учтите, что вот этот лансер стоит 20 миллионов. Вы можете взять не 903, а 902, то есть на 2%. Это тоже все на ДПС, влияние на цикл выстрела. То есть вам нужно поставить 2%, если там не хотите много тратиться. Значит, в остальном задача понятна. Вы прилетаете, или Астерка к вам прилетает, вы ее хватаете скребком и сеткой. Даже если с АБ, ей будет очень сложно уехать, потому что изначально они не рассчитывают на то, что вы будете их убивать. И просто вливаете в нее тонну ДПС. Чтобы вы понимали, в греве это 296 ДПС. Плюс я использовал пироланс, да, бустер. И с помощью этого бустера у вас получается там где-то 312 ДПС. Возможно, с вашими навыками будет чуть меньше. Но все равно это очень жесткий ДПС, который не выдерживает ни одна Астерка. Ни одна Астерка не сможет выдержать вот это. И при том, мы с вами раздули Шилд, у нас 5000 щита есть. Поэтому нам хватит времени для того, чтобы убить Астерку. То есть, в среднем, если говорить о цифрах, в среднем у Астерки 150 ДПС. У такой хорошей Астерки с двумя ДДАшками 150 ДПС. Минус 26 это то, что у нас с вами откачивается. Это 120 ДПС, 130, да. И 130 ДПС, если на 5000, то есть 5000 разделить на 130, то, в общем, ей не хватит времени, чтобы убить вас. Это, в общем, первый вариант такого фита. Если вы хотите летать в соло, ну, в плане в соло именно и собирать датки, да, и сканить, и заодно Астерочек убивать. В таком случае следите за рукой, что вам нужно сделать. Вы берете любой абисок. Ну, то есть, у меня, кстати, тут стоят абисол щиты. Но это неважно. В фите, который я прикрепляю, там будут обычные щиты, и все это по реактору влазит. Значит, вы берете один смол щиток, снимаете его, ставите себе датку там. Т1, Т2, неважно. Далее, вы снимаете вот эту ригу на ДПС. К сожалению, вам придется ее снять. Также нажимаете на экстендеры. В данном случае вам нужно будет иметь три Т2 экстендера. То есть, в вашем фите сейчас стоит Т1. Вы просто с шифтом их вот так ставите. У вас должно быть три Т2 экстендера. Для чего? Для того, чтобы у вас было достаточное количество щита. Даже больше, чем когда у нас было. До этого, да. Но так как у вас меньше ДПС, да, поэтому, в общем, вам нужно все это дело нивелировать. И вот в таком варианте, ну, конечно же, конечно же, вы снимаете ракетницу и ставите себе, значит, пробкомет. Любой, который вам нравится. Там, Т1, к примеру, да, вот так ставите. У вас получается 237 ДПС плюс пироланс 250. 250 это будет примерно. И 250 ДПС тоже хватит на стерку будь здоров. Если там какие-то жирные санезисы, у вас могут возникнуть проблемы. Но все равно это действительно очень классная тема, чтобы подраться. Заметьте, что этот фит чуть дороже, чем тот. Где-то примерно на 15 миллионов за счет того, что экстендеры стоят дорого. Они там по 6 миллионов стоят, да. А вам нужно их 3 штуки. Если вы поставите Т1, то, к сожалению, щита у вас будет мало. И шансов убить астерку тоже будет меньше. Поэтому, в общем, вот такой фит вам тоже подойдет для того, чтобы летать в соло, вскрывать датки, убивать астерок. И все, что попадается под руку. Херонов, даже злых херонов, это вообще не обсуждается. Потому что ДПС у вас действительно очень много. У вас нет резистов, но есть ДПС. Очень важный момент, если вы деретесь с астеркой или с каким-нибудь санезисом, и вам начинают перепиливать дронов. Такое тоже бывает. Хитрые астерки, да. ПВПшные действительно так часто делают. Вы... Очень важный момент. То есть, раньше мы всегда скопали дронов, да. И, в общем, выкидывали там новых, теряя ДПС. Вы в этом случае, в этом фите, вообще не должны скопать дронов. То есть, вы видите, что вам перепиливают дрона. Окей, вы просто ждете, чтобы выпустить нового. Вы ждете опять, выпускаете нового, выпускаете нового. И так, пока вы ее не убьете. То есть, у вас точно хватит дронов, чтобы ее убить. И потом вы просто дронов соберете с астерки, поставите себе, и ничего страшного. В общем, у нас получилось так, что мы убили несколько санезисов и астерку в таких фитах. Мы летали вдвоем. Но даже вот в таком фите, в нем летал Стас уже второй раз после того, как его санезис убил, значит, астерка лопается на раз-два. И вы это сможете увидеть. Так что, приятного просмотра. Сейчас покажу, значит, наши файты, которые у нас были. И очень важный момент. У меня там с записью звука были проблемы. Там какой-то шум и так далее. Постарайтесь, пожалуйста, ну, не обращать сильно внимания на этот момент. Я это уже пофиксил. Но, то есть, те записи остались, значит, с таким звуком. Так что, приятного просмотра. Санезис, херон, и кинем вдвоем. Ну, варпай меня вновь, он говномер, вообще-то. Я варпаю, варпаю, варпаю. Ничего, 5ае лететь. Что, я его очень начинаю бить или что? Санезис, конечно. Санезис злющий, если что. Он на бластерах. Больно тебе? Я его не буду. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай, ну-пись, 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 ну-пись. Он гад и поехал. Да все, все, у него шансов нет. Против такого ДПС у него шансов нет. Он не успеет, когда бить не было. Да, спасибо. Что ты собрались? Что ты собрались? 51 грамм, красиво. Пол привезла, херон. Здорово. О. Чего он, кого он взлез? А, пробки, батарейки. А, охер. Пасту. Ну, паста нужна, паста необходима мне. Блин. Еще на ту прилетит, прикинь. Блин, мне на самом деле будет интереснее с моими астерками подраться, чем Санезис. Попал, ну-ка, здесь 40, ну-ка, 7, прикинь. 9 тысяч метров, чё, я жарко вылезу, чё, подожди. Попробуй драться, зачем? Я тебе постою в разгон, он у меня ехит. Давай, давай, давай. Давай, давай, на тебя, один аен к тебе ехать. Давай, давай, давай. Чай, что могут астерки выйти, будет на чеку. Всё, он тебя схватил, да? Ага, да. Один аен, и чё, уже подлетаю. Больно, нет? Нет, пока терпим, можно. Косарь беру. Упал, я отъезжаю на чертах. Пять и... А, е-е-е-е, поеду, я не пробиваю. Не-не, я до недолго очень еду. Ну, я уже весь ДПС дал. В гриве всё. Греюсь, греюсь максимально. Сейчас уже подъезжаю на оптимал. Живи, живи, Стас. Живи, Стас. Блин, серьёзно. А ты как, как далеко-то? Ты не варпал. А, куда ещё? Скрытый. О, пять и я, походу, летит. Да, он летит. Варпай на меня. Варпай. Да, он летит по-любому. Я делаю вид, что я вскрываю. Давай, 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 я варпай как могу. Ух, всё, уже лечу, 17-е е летит здесь, чё? Уй, бля-я-я-я. Чё-то далеко-кого. Он меня лочит. Лочит, нормально, нормально, пока лочит, уже 2-е. Живёшь? Да. Чё-то далеко. А, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Сетка, сетка есть, сетка есть, всё есть. Гоблинов скинул. Всё, пошёл ДПС. грею 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 максимально грею ух ты там упал нападал это по моему санцелярка он даже и открутить не он успел каштри цикл открутить тупо ничего не успел просто помню чисто 3200 прикинь 3200 он это вар павел давай 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 чертю черном делали дохвата я сам не что а у меня скорость она жуна линию руку это он да 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 радиоль я далеко ты чего арма дронов кида так этот мир не зашел еще пока сетку повесил скребок повесил куляю потихонечку а все она разваливается я понял я даже не успею доехать а где его друг то да он так быстро распался на атом и я охренел а так он же русский а